Рекламно-информационная программа Культпоход Пятница, Культпоход, 12.06 Мы начинаем, как обычно, нашу программу Познавательно-развлекательную, где мы разыгрываем Множество пригласительных билетов, книг и так далее Приветствуем вас, Николай Голиков И Владимир Сметанин Заговорился, забыл представиться Есть у нас, конечно, когорта постоянных участников Культпохода Мы вас приветствуем Мы их узнаем, и они нас узнают Мы узнаем, новичков тоже призываем участвовать Ничего сложного у нас тут нет Мы задаем не слишком, как нам кажется, замысловатые вопросы Не слишком замысловатые вопросы И, как правило, еще и предлагаем варианты ответа Еще даже вторую попытку ответить правильный вопрос Если три варианта, всегда есть вторая попытка Поэтому не бойтесь, звоните, и вам повезет Чуть позже мы, конечно же, озвучим то, что мы будем сегодня разыгрывать Сейчас мы находимся в ожидании нашего гостя Основного, он у нас задерживается Немного Александр Сухарев, менеджер кинопроката Кинотеатров «Смена и дружба» Не первый раз Александр будет у нас в гостях И, естественно, будем говорить о киноновинках Которые в настоящее время Идут в кинотеатрах Которые будут в ближайшее время А с кино, по-моему, у нас все хорошо Да ведь? Вот я знаю, Николай недавно побывал На какой-то премьере Ну, я побывал не на премьере Я просто сходил, посмотрел кинофильм Так сказать, нормальный, страшный По Стивину Кингу Как раз смену, да, с большим удовольствием Прекрасный звук, прекрасная картинка Да, но пока мы ждем нашего гостя Мы все-таки еще хотим Немножко отлучиться Отойти в сторону театра И проанонсировать новинку Которая будет вот-вот В нашем драматическом театре 24 и 25 октября Там будет представлена новая работа Молодого режиссера Захара Пантелеева Называется постановка «Тихий шорох уходящих шагов» И мы сейчас попросим презентовать Эту работу не Захара, а Художественного руководителя Кировского драмтеатра Константина Солдатова Константин, добрый день Да Добрый день, приветствуем вас Нормально ли общаться? Слышите нас? Да, я слышу 24 и 25 октября Премьера в Кировском драматическом театре Расскажите, пожалуйста Что за постановка «Тихий шорох уходящих шагов» Приглашайте зрителей, пожалуйста Да, на малой сцене Это экспериментальная наша сцена В 18.00 пройдут два премьерных спектакля Предварительно в августе Захар показал эскиз к этому спектаклю Это белорусский автор Дмитрий Богославский Достаточно талантливый, интересный драматург И его много ставят в России И в Белоруссии И надо сказать, что очень интересная Постановочная команда На этом спектакле Елизавета Егорова Она из Санкт-Петербурга Вот заканчивает в этом году Мастерскую Почергина Знаменитого художника И композитор Максим Скач Это первая работа с ним Вот здесь, в нашем театре А Максим Скач тоже из Питера? Нет, нет, нет Максим Скач это кировский музыкант Кировский? Да, да, да И может быть кому-то он известен По работе с разными музыкальными группами Но вот Захар сумел вокруг себя Собрать молодую команду интересную И вот что, опять же, они придумали И что сочинили Мы увидим 24-25 октября Но история очень такая трогательная Это психологическая драма И, наверное, сказать Очень важная тема Взаимоотношения сына и отца И вот, может быть, то Что мы оставляем после себя Потому что это такие в дебре Подсознательное Очень много хитросплетений У драматорга И с точки зрения Именно повествования Она очень будет интересна И неожиданный финал Я не буду раскрывать всех тонкостей Этой пьесы Хотелось бы, чтобы вы пришли И посмотрели Насколько это ново необычно Для нашего драматического театра? Безусловно, ново и необычно Потому что с подобными пьесами Мы работали Я имею в виду с современными Но вот очень важно Продолжать дальше работу И вот эта экспериментальная площадка Она должна оправдывать Своё название Ну и анонсируя, безусловно Данную постановку Мы про возрастное ограничение Должны сказать ещё Константин Я точно сейчас уточнить не смогу Но мне кажется Либо 12+, либо 16+. Для достаточно взрослых людей Судя по теме Спасибо большое Спасибо за анонс Да, Константин Солдатов Художественный руководитель Кировского драматического театра Ну и у нас в гостях Александр Сухарев Менеджер кинопроката Кинотеатров «Смена и дружба» Александр, добрый день Привет Всем привет Да мы что-то расстроились Думали Да он успел быстро Довольно добежал Судя так по географии Билеты будем сегодня разыгрывать? Да, конечно Разыграем, как обычно в кино Хорошо Если ты не приготовил вопрос Да, я его не приготовил Ты можешь сейчас подумать над ним А мы пока озвучим список призов Которые сегодня у нас есть Хорошо Ну ты уже начал Это пригласительный билет От нашего гостя В кинотеатр «Смена» Ну или «Дружба», да, соответственно Пригласительный в драматический театр Там завтра ханума Комедия Выдавились музыка И знаменитый наш спектакль Там ограничение 12 плюс И в воскресенье 22 октября Обед из трех блюд Детективная комедия В двух действиях 16 плюс Есть у нас пригласительный На одного, правда, человека На концерт ансамбля Песни и танцев народов Урала При Камье Все это состоится сегодня В пятницу 20 числа В Театре кукол На двоих, на две персоны В Вятский палеонтологический музей А также билеты на концерт Известного русского баяниста Валерия Семина Этого ДНТ 17 ноября 18.30 Еще не скоро Но баянист очень известный Ограничение 6 плюс И организует это выступление Арт-студия «Маска» И группа компании «Норма» Центр современного искусства Галереи «Прогресса» Туда вы тоже можете попасть Там причем два варианта Вы можете сходить на выставку Татьяны Дедовой Прекрасная выставка Прекрасного художника Вятская губерния Города и села Сто лет назад А также есть пригласитель На две персоны На литературно-джазовый спектакль Санкт-Петербургского театра Вертум Бродский пилигрим 11 ноября Это будет в субботу 18.00 Там ограничение 16 плюс Ну и книги Наши дорогие и любимые Вот они у нас сейчас Как обычно лежат Перед нами Вот хорошее очень название Мне нравится Номер 11 Джонатан Коу Это новый роман Английского писателя О том, как трудно жить В современном мире О том, что ничего не бывает Случайного 18 плюс Далее тоже замечательная книжка И как выяснили Мы на прошлом культпоходе Что это женщина Женщина Автор, да Зовут ее таким красивым Китайским именем Ван Сюйфен Это история чая Человека в фактах Легендах Литературе И произведениях искусства Я думаю, даже ничего Говорить больше не надо 6 плюс И наконец еще одна книга Для любителей Так сказать Познания Собственного организма Хорошая очень тема Панические атаки И вегетативно-сосудистая дистония Нервные клетки восстанавливаются Такое оптимистичное название То есть это Известный врач-невролог Опираясь на научные догадательства Описывает очень легкий способ Запустить организм На выздоровление Эти и другие книжки Вы можете купить В магазине Читай город По адресу Преображенская 65 торговый центр Театра И Ленина 103А Торговый центр Крым И еще один у нас Билет Пригласительный билет В Кировский городской Зоологический музей Где накануне Открылась новая выставка Гиганты и карлики Где представлены Самые большие И самые маленькие Животные нашей планеты На две первые Ну вот такой приличный У нас список призов Длинный списочек Да Ну что Александр Вопрос сразу же А потом уже будем Говорить о киноновинках Кинопремьерах Да Ну хорошо Давайте 211-101 Тогда сразу вопрос Скоро у нас выходит Самая главная премьера осени Да Как я считаю Это Тор Рагнарек Тор Рагнарек И там наконец-то Показали Главного злодея И это богиня смерти А так как Тор Это у нас Скандинавская мифология Как Скандинавская мифология Богиня смерти Как ее зовут Скажите Как ее зовут Скажите Как ее зовут Богиня смерти Богиня смерти Скандинавской мифологии Это известно Нет Не очень известно Я думаю Что я сходу бы не ответил Но я бы заглянул В свой гаджет И наверняка Это имя я слышал Да В интернете легко находится А вот она Прямо очень страшная Страшная Ну такая Вы уже видели Кровожарные Эффектно, а кстати, вот уже слушай Я думал, что это сложно, ничего подобного Добрый день, здравствуйте Меня слышно? Как вас зовут? Андрей А это Хель Хель Коротко и ясно И сразу страшно Пойдете на эту премьеру? Вагиня смерти Пойдете на эту премьеру? Нет, я не люблю того Еще с первого фирма Что вы тогда предпочитаете, книгу или какой-то пригласительный билет? А какая у вас книга? 18 плюс была? 18 плюс, номер 11, Джонатан Коу Есть такая книга, да? Да, тогда выбирай его Все прекрасно, эта книга ваша Не кладите трубочку, наш редактор объяснит вам, как вам ее получите О том, как трудно жить в современном мире О том, что ничего не бывает случайного Интригующе Красиво оформленная книжка Это интересно очень Вопрос от Николая или пойдем на перерыв? Давай на перерыв, наверное На перерыв, давайте небольшую паузу Культ поход Кинокульт поход сегодня у нас Ну и немножко театральный мы с этого начали Кино тоже кинотеатр Слово-то такое Кино и театр, да? Театр, я думаю, что даже Да, это все очень рядом, все близко Александр Сухарев, менеджер кинопроката Кинотеатров «Смена и дружба» У нас в гостях Мы решили закончить круг Розыгрыш, да? Николай сейчас задай свой вопрос Ну, у Николая всегда немножко музыкальный вопрос Поэтому сразу попрошу включить фрагмент музыкальный А потом я задам этот вопросик Я думаю, те, кто жили в 70-е Сразу узнали эту группу, да? Мы с Александром не жили Может быть, даже вспомнили Голос Фила Лайнета Это группа «Тин Лиззи» Это та команда, которая в конце 70-х Когда на мир наступил панк Умудрилась, так сказать, продержать огонь тяжелого рока Была крупнейшим британским, так сказать, агрегатом в этом стиле Пока все остальные там творческие муки использовали Мне хотел вопрос такой задать У них название такое интересное «Тин Лиззи» Буквально «Тощая Лиззи» На самом деле, это такая пародийное название На одну очень известную марку автомобиля Я предлагаю вам сказать, какой именно автомобиль они имели в виду У этого автомобиля было народное название Вот они его просто использовали Просто пародировали немножко, изменили Это был «Астон Мартин», это был «Форт Модель Т» Или это был «Ягуар Е-Type» Ого! Все знаменитые машины Все легендарные машины «Астон Мартин», «Форт Модель Т» Или «Ягуар Е-Type» Народное прям название А у него было народное название в одной из этих машин Потому что она была очень массовая Она была... Почему «Лиззи» я не знаю? Вот первое слово оно было перепародировано Тин Лизи Никто не может пока спорить Ну что, звонок уже, между прочим, есть Здравствуйте Здравствуйте, жестянка Лизи, автомобиль Ford Конечно, Ford, модель 4 Ее в народе называли жестянка Лизи Тин Лизи Ну эти просто подумали, Тин Лизи скучно Взяли, Тин Лизи получилась тощая Лиза Прекрасный ответ Как вас зовут и хочется знать Вадим, Вадим Что вы хотите получить? Билет в кино Билет в кино, отлично Не просто один билет в кино, а билет Два билета в кино Я как понимаю, на любой фильм, который вам нравится Отлично, не кладите, пожалуйста, трубку Пообщайтесь с нашим редактором Замыкай круг Я подготовился к приходу Александра И у меня вопросы сегодня связаны с кино Они простые, мне кажется Вопросы, которые будут начинаться Со слов «самый-самый» Рекорды в кино Вопрос первый Самый кассовый фильм всех времен и народов Александр, я думаю, знает на него ответ Вот самый-самый кассовый фильм На сегодняшний момент Надо давать варианты ответа? Я приготовил варианты ответа Или не надо? Ну там, в принципе, два В принципе, два варианта Ну тогда говори три Ну давайте три варианта скажу Самый кассовый фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» «Титаник» Либо «Аватар» Ну да Самый кассовый фильм в мире на сегодняшний день Я даже могу назвать сумму, которую он собрал в прокате Ну это почти три миллиарда долларов Фильм, кстати, не очень старый Он до еще десяти лет не прошло С момента его появления Ты уже восемь подсказок сделал, между прочим Ты уже оставил два варианта Итак, «Звездные войны. Пробуждение силы» «Титаник» Либо «Аватар» Джеймса Кэмерона Ждем вашего звонка Ну да 211-101 Ну что ж вы Ну вы что, забыли, что мы Первую попытку Первый вариант, если он окажется неправильным Мы закрываем на это Глаза и уши Да уже Владимир Ессенечак Здравствуйте Алло, добрый день Добрый день Добрый день Вас зовут? Олег Олег, ваш ответ? Аватар Да, конечно, Аватар Аватар Да Что хотите получить? Давайте Набродского Набродского? Да В галерею прогресса 11 ноября Угу Все прекрасно Там 16 плюс только Вам есть 16? Почти 16 Да, то есть к 11 ноября уже исполнится Прекрасно Да Отлично, не кладите, пожалуйста, трубку С нашим редактором пообщайтесь Она вам объяснит, как получить этот приз Ну и что, переходим к разговору о том, что происходит сейчас В кинотеатрах наших Смена и дружба Куда будем сегодня называть? Ну да Мы договаривались летом, да, о том, что осень будет Осень будет очень насыщенная, особенно ноябрь То есть чуть-чуть осталось подождать И кинотеатры заберут все ваши деньги То есть вообще прям Это абсолютно точно То есть на пара копить эти самые деньги Чтобы кинотеатры могли их забрать Для тех, кто не в курсе, сколько сейчас билетик в кино стоит? На самом деле очень бюджетненького От 99 и в гору Ага Ну там зависит от этого Ну да, 3D, 2D, вечер, не вечер Ну так, от 99, вот край самый дорогой Это 229 Ну вот я как раз сходил в последний раз смены Заплатил 160 рублей за билет Ну за каждый, естественно Это просто Я даже не знаю, где еще можно отдохнуть за такие деньги Я тоже Вот Что же все-таки происходит Из мира кино Сейчас стартовала уже новинка Это Геошторм Повествование о том, как люди создали спутники, контролирующие погоду Ну и естественно все пошло не так Фильм очень интересный, очень масштабный, очень прям такой ух Правда людей в нем не жалко, ну ладно Людей что? Людей не жалко Не жалко Плохие люди какие-то Нет, люди хорошие, но почему-то не жалко Не знаю, нету этой драматичности Станиславского Но фильм очень хороший, достойный Много спецэффектов, космос, все красиво, все классно, приглашаем Это фантастика, боевик я смотрю 16 плюс Да, все верно Продолжается у нас наш российский хит Уже раскачался, все хорошо Салют-7 Салют-7, очень интересный фильм У нас, правда, в студии мне не разделились о нем Но мне лично очень понравилось То есть это 70 минут красивого космоса То есть прямо, ну, обстановки МКС Не МКС, а на тот момент, да, Салют-7 Станции Вот Корабли Ну, то есть все классно Вот на него еще приглашаем Это, наверное, даже можно и с семьей сходить То есть если есть молодой человек, который интересуется Будет очень интересно Ну, напомним, что особое отношение должно быть к этому фильму Жителей нашего города Да, да Потому что прототипы Один из прототипов, собственно, главных героев Это наш легендарный космонавт Должный герой Советского Союза Да, при том, что интересно, как я узнал в качестве консультанта Вот на фильме он не выступал Его не позвали Ну, он, да, он говорит Так, говорил именно, что да, не выступал Хотя на самом деле с Роскосмосом ребята сотрудничали Которые снимали То есть я думаю, что они Ему нормально подсказали Как напарник особенных фамилий? Дженебеков Дженебеков, да Я где-то читал его отзыв Он что-то там написал, что как-то не слишком ему А он тоже не был приглашен в качестве консультанта Да, а Если бы пригласили, то Ну, понимаешь, они все-таки это пережили Я думаю, что было бы не лишним все-таки пригласить хотя бы Я согласен Но фильм, тем не менее, интересный Кстати, насколько я знаю, свой фильм понравился Да Он же говорил, что да, все хорошо Там реально круто снимали Прям в натуральную величину все это было В общем, вложились хорошо Вложились хорошо В это дело Фильм вышибает, что немаловажно, слезу в определенных моментах То есть редко сейчас уже такое То есть всех приглашаем на салют в том числе То есть со Станиславским там все нормально Там со Станиславским все хорошо, да То есть если там больше именно боевик То здесь больше такое прям наше кино То, которое мы любим Идут люди Идут 12 плюс 12 плюс, да Так Вот Для любителей хорроров Стартует вот прям классика-классика Вот классичные фильмы я еще не видел на самом деле В хорроре То есть это не слэшер, да Когда там что-то там отрубают Там и так далее Это не какие-то там Боэффекты Хотя они там есть Это прям классический хоррор Где вот весь классический грим Страшный Все вот это страшное Много Да Якобы крови Да-да-да Дом призраков Дом призраков Да и по названию понятно, что классика Да Вот прям классичнее некуда То есть, соответственно, если нравится именно этот жанр Вперед Ну там для самого взрослых, смотрю 18 плюс Ну, естественно Естественно Ребятам несовершеннолетним вход запрещен Вот Ну и в скорости времени у нас Интересно Вот фильмы с подобным названием Там Дом призраков Их живых, господи Масса было в истории Синематографа Т.д Много Много Ну тут, понимаешь Рано или поздно люди упираются в то, что это нового Ты ничего не придумаешь Это, знаешь, как говорят музыканты Нотта всего семь Нотта всего семь, да И как бы вот этой всей нежити Это тоже список Он ограничен То есть там призраки, вурдалаки, вампиры Там все И больше Опять кончаются Да, и опять надо что-то придумывать Опять надо, да Что-то там соображать Ну, на этой неделе, пожалуй, все Перейдем тихонечко так К следующей неделе Да, вот следующей неделе Ну мы, безусловно, не перечислили все фильмы, которые На этой неделе Нет, безусловно Идут сейчас в кинотеатр Да, еще бы хотелось Кстати, да, да, да Чуть не забыл Хотелось бы пригласить еще на один фильм Который, к сожалению, пока не получает должного внимания Но фильм реально классный То есть это фильм сделан в Америке Сделан в Америке Это биопик То есть это фильм о реальных событиях Был такой Барри Силва в США Пилот, который работал одновременно на Колумбию На наркоторговцев То есть на наркоторговцев и на СРУ одновременно Да Очень интересный сюжет Очень интересный И очень грустный опять же Нет, больше комедия Ну там она поначалу Кончает он плохо Кончает он плохо Но это там прям, честно, так, каратенечко 15 секунд и все Да, да, буквально так и есть Ну это, да, реальный персонаж Очень известный Вот И история прям очень интересная И вот кто не посмотрел, посмотри И кто не знает про Барри Силву Можете почитать в интернете И все это посмотреть Все это весело, задорно, интересно Немножко драмы, естественно, в конце, но Ну и в главной роли Том Круз Том Круз, соответственно Да, причем Том Круз именно в том виде В котором мы его привыкли Ведь не там, как в Мумии Да, где непонятно Ну по отзывам критиков американских Одна из лучших ролей Тома Круза Да Вот, соответственно Ну я был поражен тем, как вот сделано в Америке Рекламируется в интернете Прям куда вот не зайдешь На какую страничку Всплывает эта реклама Я думаю, что это будет иметь свой выхлоп Я очень надеюсь Потому что фильм реально классный Я его смотрел уже два раза, честно скажу А что побудило второй раз посмотреть? Побудило? Время убить? Или что-то там непонятно? Нет, все там понятно Побудило второй раз посмотреть Ну, во-первых, супруга Во-вторых, ну реально То есть мне захотелось еще раз сходить Еще раз посмотреть на эту историю Еще раз ее как бы всю полностью проосмыслить Но она классная Вот, вот это на этой неделе Так не трогаем там Бегущий по лезвию Понятно, что уже третья неделя он продолжается Бегущий по лезвию я смотрел пока только трейлер Я что-то мало что понял из трейлера А ты не смотрел фильм, да? Нет, еще не Который вот там 87-го, по-моему, года Нет, нет Не смотрел, да? Ну вот сначала надо 87-й тогда пересмотреть Потом уже сюда Потом понятно будет Да, продолжительность фильма 3 часа Так что запасайся терпением Вот, фильм красивый Вот буквально 5 секунд Фильм красивый, атмосферный Но если хотите там прям вот динамики, экшена Не, не дождетесь, не туда Лучше тогда на «Сделанного Америка» Ясно Так, на следующей неделе уже будем, да, перескочивать? Да, можно на следующей неделе перескочить Перед этим я все-таки предлагаю продолжить розыгрыш Думаешь? Да, давайте хотя бы что-нибудь одно разыграем Ага, сразу так, о? Или я про кино продолжу Давайте про кино Давайте я про кино Самый кассовый фильм, да, уже задавал этот вопрос Внимание, 211-101 А назовите, пожалуйста, самого экранизируемого Литературного персонажа Литературный персонаж, который Чаще всего Чаще всего, собственно, по нему фильм снимался Где он главный герой Три варианта ответа Это Золушка Это Дракула Это Шерлок Холмс 211-101, три варианта ответа Самый экранизируемый литературный персонаж Как написано в Википедии Подсказываю вам, что можно тоже там посмотреть Там уже, по-моему, посмотрели, Володь Больше двухсот раз экранизировали В прямой трансляции на тебя Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Андрей Жигаль Андрей Жигаль Да, вот Андрей, добрый день Ну что ж, кого чаще всего мы видим на экране Я думаю, что это Шерлок Холм Конечно Персонаж Андрей, как ни странно, вы угадали А я почему-то думал, что Дракула, если честно Дракула А Дракула там тоже, где-то он занимает какое-то почетное место Но вот Шерлок Холмс Более двухсот картин Я почему-то думаю, что просто много неучтенки у Дракулы Андрей, что хотите получить в качестве приза? А вот при Камье сегодня, да? При Камье сегодня, 7 вечера Сегодня в 7 вечера Очень классно, очень красочно говорят А Ханума? А Ханума завтра Завтра в 5 Но мы вам только что-то одно дадим В смену, наверное, только все-таки билет Дадим еще в смену Хорошо, можно Хорошо, Андрей, не кладите, пожалуйста, трубку Традиционно пообщайтесь с нашим редактором Вы выбрали кино А на что пойдете? А, все уже, да? Ну ладно Уже ушел к редактору Интересно просто было Мы уже что-то слышим Что, рекламу сделаем? Да, сделаем рекламу Давайте Культ поход Ну, давненько что-то мы программу нашу не посвящали кино И вот сегодня как раз-таки этот случай Александр Сухарев, менеджер кинопроката кинотеатров «Смена и дружба» У нас в студии Мы продолжим разговор о новинках кино Будем ориентировать уже на те картины, которые выйдут на следующей неделе Но нужно завершить Круг Да, наш круг По кругу сидим и задаем вопросы Мы сейчас пошли по часовой стрелке Значит, моя очередь Но перед тем, как, так сказать, задать вопрос Я хочу еще воспользоваться случаем Сказать, что у меня в руках прекрасная книга Недавно изданная Светлана Сверневой Утру-Уржума Это наша Великая Авиатская ПТС И хочу сообщить, что 7 ноября в 6 часов вечера в Герцинге пройдет презентация этой книги Вход в Герцинг у нас свободный Поэтому билеты не разыгрываем Тот, кто хочет, приходите Потому что это уникальная книга Это книга ее мемуаров в том числе Я прочитал вчера за вечер с огромным удовольствием Ну, а теперь немножко другое Теперь немножко вопрос Поэтому прошу фрагмент музыкальный включить Это снова было от Инлизи Голос поющего басиста Филла Лайнета Эта песенка называлась «Сахарный блюз» Вот такая вот вариант Ничего себе блюза Да, но дело в том, что Самое забавное Это была группа, которую все почему-то считают британской На самом деле она к Британии не имела никакого отношения К Великобритании Это была группа совсем из другой страны Я предлагаю вам просто вспомнить Из какой страны была группа Финлизи Предлагаю три варианта ответа Это была группа из Ирландии Это была группа из Голландии Или это была группа из Финляндии Итак, Ирландия, Голландия, Финляндия Откуда пришли к нам сын Лизи Причем что басист у них солирующий Был темнокожий С огромной африканской прической Афро Как она называется-то, эта прическа? Ну, афро называется Афро называется, да О, слушайте Почему-то сегодня быстро меня разгадывают Здравствуйте Добрый день А как вас зовут? Наталья Наталья, из какой страны? Я хочу угадать Можно варианты Ирландия, Голландия, Финляндия Пускай будет Финляндия Так, даем вторую попытку Остается Ирландия и Голландия Сейчас вот не торопитесь Это Ирландия Совершенно верно Можно догадаться Потому что люди, носители английского языка Это ирландцы Там у них, конечно, есть свой язык родной Но как бы английский никуда не ест Он очень трудный Насколько это Ты знаешь, те, кто с детства говорят То они нормально им пользуются Так же, как знаешь, и китайцы своим И кто угодно Да, это группа из Ирландии, из Дублина Совершенно правильный ответ Что хотите получить? Ой, очень хочется на Ханму сходить еще раз На Ханму? Ну, пожалуйста Конечно, завтра в 5 часов Вы будете на Хануме Не клонить трубочку Да, билеты, как говорится, в наличии У нас прямо здесь в редакции Да Приходите к нам Ну что? Ну что, от меня вопрос Конечно Что-то я сегодня, Павел, с супергероем пошел Ну, давайте не будем тогда заканчивать Супергеройскую тему И тему комиксов Как отдельную культуру, да Также в ноябре выходит у нас Лига справедливости Это уже совсем другая вселенная Это вселенная DC И тогда вопрос В Лиге справедливости Появится персонаж Давайте скажем положительный персонаж Который еще не появлялся на экране ни разу Кто это? То есть новый супергерой Который ранее еще не был задействован Новый супергерой, да, то есть он в комиксах есть Все хорошо Но вот все они появлялись на экранах Некоторые не по разу причем Его никогда не было Его пока еще не было Варианты будем давать А, это ж надо выдумать их сейчас Звоните нам, будем вместе выдумывать Да-да-да, конечно Тот, кто заглянет опять же Ну где можно узнать? Слушай, на самом деле Легко там Там их всего Пять штук Из них Остальные все виделись Ага То есть прямо можно в интернет зайти Да Набрать Лига Справедливости И там что-нибудь Новый персонаж Ага Да вот все уже Стучат там в окошечко Кто-то быстрее меня набрал Да Алло, слушаем вас Алло Добрый день Добрый, как вас зовут? Андрей Да Еще один Андрей У нас сегодня участвует в культпоходе Ну, отвечайте Там Пять всего героев Но не помню, кто точно Ну давайте перечислением Бэтмен был? Был Был Чудо-женщина была? Да-да-да Была Была Целый фильм аж про нее тут недавно сняли Хорошо Флэш появлялся? Нет В сериалах появлялся Это Флэш Гордон Да Флэш Нет, это не Гордон Это другой Да, это Флэш Это Барри Аллен Вот А вот Появлялся Аквамен Он тоже появлялся А вот он не появлялся Еще один Его не было Никогда Никогда не было? Нет, Халк это другая вселенная Это Вселенная Марвел Я смотрю подсказки На букву К Там еще был, по-моему, земляной человек Нет Вот уже Владимир подсказывает На букву К К Масса была боевиков 80-е и 90-е Где вот эти появлялись люди Вот так вот их называли Насколько я помню Терминатора Да-да-да Вот, например, Терминатора Можно так же назвать Ну, когда соединяют Человеческие организмы С Киборг Киборг Все верно Киборг Вот так, да Я правильно давить? Да, все верно Киборг То есть, все верно Именно он никогда Не появлялся на экранах Это вот его Первое появление Будет играть его Ну, это серьезная подсказка Уже такая Ну, нормально Будет играть его Рэй Фишер, я смотрю Рэй Фишер Ну, общими усилиями Давайте выбирайте Что хотите получить Ну, фильма больше не осталось, да? Почему не осталось? Да не вопрос Можете пойти в смену Или в дружбу Тогда Будьте добры В два билета в кино Хорошо В два билета в кино И на этом, я думаю Сегодня мы закончим Розыгрыш билетов в кино Уже три наших слушателей Победители выбрали Именно этот приз Не кладите, пожалуйста, трубку Итак, следующая неделя Ну что ж Тогда к следующей неделе пойдем У нас, как известно 26 число У некоторых Счастливых обладателей Школьного доставления Начинаются каникулы Да, точно Неделя, да? Неделя будет Школьных каникул Да, неделя школьных каникул А, потом же еще праздники Да, потом еще Все верно И со второго ноября Там еще дальше Все продолжается Ну, в общем Подготовили мы, естественно Для этого Серьезный детский И семейный репертуар Из которого Очень хотелось бы Выделить один фильм Под названием Последний богатырь Это как-то грустно Как-то сразу Почему? Потому что он последний Последний, да Последний богатырь Российская сказка Снятая Диснеем То есть это Собственное производство Диснея в России Соответственно Все очень красиво И все Как обычно По мотивам То есть Если вы поймете Книгу мастеров Книгу мастеров Мы посмотрели Фильм полностью Последний богатырь Ну, на мой взгляд Последний богатырь лучше Причем так На уровень А почему Последний-то называется Богатырь? В чем сюжет заключается? Ну, по сюжету Что всех богатырей Это того? Ага Ликвидировали А он остался А он остался Да И его там Телепортировали В наше время Ой Вот И сейчас Задача побороться Со злом Ну, стандартная такая Стандартная То есть да Сюжетная линия Богатырь будет бороться Совсем плохим Это та самая сказка Которая снимали В СССР Да Еще Вот все вот эти сказки То чего На мой взгляд Не хватает Современному Российскому Кинематографу Детскому И семейному Вот Очень красиво Снято Очень все классно Welcome Еще Еще Мультик Мы монстры Хэллоуин Рядышком у нас Да 31 октября Подготовились Ребята И к этому То есть это Про семейку монстров Но здесь долго останавливается Мультик Мультик Всем понравится Само собой И еще одна премьерка Будет Это будет Skyline 2 Skyline 2 Если помните Skyline 1 Это был Это фантастика Это фантастика Про пришельцев То есть все Кто любит Вот этот вот Science fiction Весь Все сюда Сеансов будет Немного Первый фильм Первый фильм Он Ну так честно скажем Да Он провалился Он провалился Люди не пошли Люди не пошли И провалился Он из-за сюжета Они делали Очень долго Второй фильм Они привлекли Студию Они привлекли Личностей Всяких Знаменитых И в итоге Не в плане актеров В плане Именно идеи И прочего И во втором фильме Они прям вот Обещают Исправить сюжет На то Что там будет все Прям очень классно Ну вот посмотрим Посмотрим Что они там сделают Ты сам пока еще не видел? Нет С какого числа Стартует еще раз? 26 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 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 32 этой картины, да. Матильда. Кинотеатры «Смена и дружба», к сожалению, ее не покажут. На самом деле, ответ на этот простой, почему, да, то есть все достаточно просто, есть куча семейного кино, куча всего, смысла особого нету, да, то есть на вечер есть что показывать, днем у нас куча людей, вот, а формат там, естественно, хочется поставить большой, ну, соответственно, мы его просто, ну, пропустим. Вот. Вот такой простой вопрос. Но всем желающим сходить на фильм «Матильда», ну, вы можете это сделать, почему нет. Посмотрели мы его полностью. Мы, это сейчас о себе говорит. Мы, нет, мы, это кинотеатры. Кинотеатры. А, ну да, об этом писали, да. Да, мы ее полностью посмотрели. Эмбарго я не могу нарушить. Ладно. Ну что? Я бы с удовольствием, но правда, у нас эмбарго. Хорошо. Остается три минуты. Что, еще поиграем? Давайте. Кто задает вопрос? Я могу задать. Давай, задавай ты. Давайте. Так, самый кассовый фильм был, самый экранизируемый литературный персонаж был. Самая дорогая сцена в кино, хочу вас спросить. Самая дорогая сцена в кино? То есть, практически третий. Одна сцена, третий фильма. Да, то есть, треть почти фильма. А сборы этого фильма 750 миллионов долларов. То есть, в итоге, окупилось таки. Нормально. Вот я слышу, да, уже есть звонок. Хотел варианты давать ответы. Ну да, и на всякий случай. Ну, ты, честно говоря, их не подготовил. Ну, давайте просто послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Ой, Анатолий. Может быть, вы дадите варианты? Дать варианты? Ну, хорошо. Даю варианты. Матрица. Второй вариант. Так. Матрица-перезагрузка. Третий вариант. Матрица-революция. Я предполагаю, что, конечно, Матрица-революция последний. Сделаем вид, что мы не слышали. Всего два осталось варианта. Ну, тогда перезагрузка. Перезагрузка, да, действительно. Это легендарная 17-ти, по-моему, минутная сцена, там, битва, потом погоня. На эти бабки построили даже отдельный участок. Шоссе построили, да, в общем. Вот самая дорогая сцена. Матрица-перезагрузка. Что хотите получить из наших призов? А что у вас осталось? У нас осталось. Есть театр, есть книги, есть выставки. Концерты, книги, выставки. Давайте книгу. Книжку. Ну, у вас все и фэн у нас осталось про чай. Про чай. Прекрасная книга. История чая и человека. Либо про медитинскую тему панические атаки и вегето-сосудистая дистония. Популярная книга о том, как улучшить свое здоровье. Ну, хорошо. Давайте про вега-сосудистую дистонию. Прекрасный выбор. Кстати, отличная книга. Хорошего специалиста. Я думаю, что очень полезная. Да, я не сомневаюсь. Книга ваша. Не клади трубочкам. Объяснят, как ее получить. Успеем еще один вопрос от Николая? Успеем? Музыку послушаем? Давайте фрагмент музыки. Я постараюсь быстрее. Чуть-чуть музыки. И быстрый вопрос. Это самая популярная песня группы Thin Lizzy. Называется «Парни снова в городе». Бой за Back in Town ее перепел. И кто только ее не перепевал из групп. А вопрос будет очень простой. В этой группе было не то, что интересно, что басист еще и поет. Это довольно редкий случай. У них еще было две соло-гитары всегда. Один был постоянный, а второй менялся. Там куча звезд с ними переиграла. Там Гэри Мур, Сноуи Уайт. Ну, кто угодно с ним играл вторую гитару. Я сейчас назову три группы, а вы скажете, в которой из них тоже были две гитары солирующие. Вот кто-то правильно звет, тот получит наш приз. Первый вариант — это Джуда Сприст. Второй вариант — это Yardbirds. Третий вариант — это Crossby Steel Nation Young. Еще раз напомните вопрос. В какой из этих групп было две солирующие гитары? А, это все название групп. Это все название групп. Джуда Сприст, Yardbirds или Crossby Steel Nation Young. Я чувствую, что вопрос с подковыркой. Безусловно. И сейчас очень сильный причем. Поэтому тот, кто будет смело и позвонить, наверняка получит приз. 211-101. Мы ждем буквально еще 10-20 секунд, потому что время нас сжимает. А вот человек уже понимает. Человек уже понял мою фишку, да? Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Михаил, какой вариант выбираете? Джудас Прист, Yardbirds или Crossby Steel Nation Young? Я думаю, что Джудас Прист. Джудас Прист — совершенно правильный ответ. Любой нужно было бы. Да, разупрочем, совершенно любой ответ был бы правильный. Все эти группы использовали двух сола-гитаристов. А вы молодец, что позвонили за смелость. Вы получаете приз. Что бы вы хотели? Осталось что-нибудь в театр. В театр, конечно. Воскресенье, 22-е число. Обед из трех блюд. Это драматический театр, 16+. Пойдете? Да. Да, все. Все прекрасно. Заметано. Не кладите, пожалуйста, трубку, он и наш редактор вам объяснит, где билеты можно забрать. Все, на этом завершается программа «Культпоход». Напоминаем, что есть у нас еще одна передача детская, где мы разыгрываем всевозможные призы. В воскресенье, открывашка в 10 утра. Да. Спасибо нашему гостю, Александр Сухарев, менеджер кинопроката кинотеатров «Смена и дружба». Я не прощаюсь. Через 20 минут услышимся в программе «Союз нерушимый». Ну, а я приду в понедельник. Всего доброго. До свидания. До свидания. Культпоход